Орки сдулись, либо затаились, но в любом случае мы все-таки не милые, пузатые, бородатые карлики под шофе, которых можно обижать сейчас очень легко. Мы цари-гробниц, и я вас приветствую, друзья, с вами Верус, мы продолжаем играть за Халли. Здесь нам нужно Экрун штурмовать, смотрим, что он из себя вообще представляет на самом деле. Проводим разведку, город стандартный, вот этот город ничем не примечательный. Так что его можно и, наверное, автоматом, он слил, правда, из-под крепления, только хотел обрадоваться, что он слил, ну, воинов не хикар, и думаю, нормально. Но он слил еще здесь нормальный отряд, ладно. Окупируем территории, смотрим, что здесь у нас есть по найму, ооо, а по найму здесь очень хорошая ситуация, кстати говоря. Захвачена провинция, зачарованный щит, клинок, это все можно раздать сейчас. Мы можем сейчас отменить вот эту всю тему, которую мы делали в прошлой серии, и нашей царице выдать прям стражу гробниц на всю катушку. Катапульты, ладно, не будем назначать. Лучников можно еще взять, на самом деле, во временное пользование, пока что, хотя бы ладно, давай. Во временное пользование берем лучников, за один ход мы уже будем готовы к нападению. Вы тоже восполняйте, ребятки. Но ты из общего резерва. Тут хватит и тебе на стражу. Давай ты из общего. Вот так. А ты уже начинаешь выдвигаться в сторону. Вот сюда. И нанимаешь вот так вот два хода. Нормально. Даже, кстати, я никого не вижу в этом городе. Но его захватить нужно, чтобы орки не лезли к нам. Чтобы орки не пытались надавить. Предлагаю построить статую здесь, чтобы у шепти нанимать пораньше. И увеличить количество... Блин, ну это если вся фракция ранг нанимаемых лордов. Но это только здесь, к сожалению. Работает эта тема. Костяные великаны. Скорость восполнения. Дисциплина. Местный резерв. Скорость исполнения потерь. Давай царская гробница, в принципе, 1800. Не такие уж большие деньги здесь и там. Лахме. Ну по строительству я вроде бы все сделал. Провинцию мы захватили. О, кстати говоря. По поводу строительства. Давайте на следующий ход начнем это делать. Ну вот так вот. Поступим мы сейчас. Так, ты прокачался. Как полководец. Для лучников и скелетов. Для лучников у шепти с большими луками. Вот атака всадников, рыцарей, могильных лазутчиков, колесниц и лучников, скелетов на колеснице. Стража гробниц, воинов. Вот. Стража гробниц. Тебе мы прокачиваем. Стража гробниц. Да, пока что потенциально у тебя еще они не прокачались на всю катушку. Они не смогут использовать это, но все же на перспективу. На перспективу пусть будет. Талисман отсутствует. Тебе. Вот, шлем есть. И пока что все. Чем богатым? Канопы не тратим. По-прежнему. Царь Ахарос, Ахарос, Ахарос. Не везде я все-таки занимался строительством. Некров тут продолжает разведку. Ну, блин, бретонцы, если нападают, то сюда, скорее всего. Потому что как-то они не светятся сейчас. Должны бы отчасти светиться. Ребятки. Экрунт на следующий ход начнем застраивать. В хребте же у нас все правильно, да. А по эдиктам у меня же везде сейчас стоит. Удешевление строительства. Да, да, да. Замечательно. Сдаем ход. Хороший эдикт. Дешевле строим. Больше денег получаем. Прям все устраивает. Опять же, я тут бы ставил, чтобы орки из вараг забирали. Но, с другой стороны, может быть и не стоит нам лезть. Сильно прям углубляться в эти территории. Вот можно захватить Мирмиденс. Город большой. Город хороший. Пусть будет. Но и дальше не лезть. Пока что. То есть, потенциально продолжать объединять и носить, вынашивать план по захвату южных земель. Но тут опять же эти гномы. Вот куда ни ткнись, они везде. И если тут я им готов помогать, и тут я даже рад их видеть, то вот сейчас вот здесь, особенно вот здесь, вообще они не к месту. Надо же мне пожаловаться на гномов, да? Ну, традиция такая, вообще, самых далеких времен. Наверное, с первого прохождения по Вархамеру пошло. Да, конечно же, вступаем в войну. Конечно же, мы помогаем гномцам вновь. Ну и им уничтожили город. Козлоногие. Там что-то... Ага! Ракофа захватил бретонцев. Вот оно... Че. Поэтому бретонцев и не особо видно было. Они там еле... Еле дышат, бедолаги. Они там еле дышат. Ну а теперь мы можем и грунт застраивать. Еще 600. Вообще за три сотни, смотрите. Копейшины. Так, царские гробницы, хоп, за три сотни. Царские хоромы за три сотни. Площадь бесплатно строится, поняли? Халтурка. Какая. Подъезжает нам. Так, ну что? Ооо, хо-хо-хо-хоо. Но он покоцанный. Он, похоже, давно не сражался, да? С низкой воинственностью. Он откуда-то перебирался. Ему тяжело, ему страшно. И он сейчас начнет убегать. Он не будет сражаться. Он убежит. Ну и еще голову Скарсника положить. На наш алтарь Это как в Верментайде во втором Там есть зал славы, когда там побеждаешь героев Ты собираешь трофеи Всякие у тебя лежат Все красиво Ну прикольно придумали, на самом деле молодцы Да, все это получается Достаточно быстро Если просто получить Задачу, а не пройти на максимальном уровне Сложности И не прокачать абсолютно всех И абсолютно все Все это Добавляет Интереса в любом случае К игре Так, задание получено Хемри, рыцари, династия, берег вампир Кстати, смотрите Последователи Нагаша воюют с берегом вампиров Интересный момент Интересный очень момент Ну не то, чтобы мы сейчас сразу же Полезем целоваться К Архану Нет, но Между прочим, в любом случае Инфа полезна Да, бретонцы все Бретонцы похоже слились Но с другой стороны Пусть Раков забирает их И потом Отделать нечего Воюю с гномами Может пойти и на меня Запросто Но мы тоже сейчас Будем укрепляться И еще один стек уже на подходе Еще один стек на подходе Хребет Хребет Стены реально можно будет снести В нашей Ну, столице Условно Условно, да Это мне сильно-то и нужны А слот занимает Все, сдаем ход тогда Смотрим, чем Нас удивит Скоростник Он меня очень удивит Если он зайдет В док Карас И просто там останется сидеть Вот этим он меня удивит Ускоряемся В любом случае Скоростник у нас на экранах Остается Никуда он не денется Он может только убежать Поджав Трусливо хвост Зеленокожие всех Собрали Легендарных лордов Как и голубые гномы По сути Хотя Не факт Я не видел Кстати А может быть и всех Фракцию Унгрима я не заметил Да В барак Варон убежал Но он продолжает нести там потери Даже пусть И Нанимает Кого-то Но барак Вар По гарнизону Более-менее По идее Кстати Если мы их осадим Они должны прекратить Наверное Потери нести А вот этого я не помню Ну да ладно Сейчас узнаем Пепельная рука Налет Теперь он в нумасе Грабит Но в нумасе Мы Уязвимей Естественно Если он нападет То здесь Будет неприятно Здесь мы Можем слить Так Ты можешь как-то На 50 Походить Во Чтоб еще и грабить Копейку приносишь И уже мы счастливы Так Укреплять Здесь нужно Башню Однозначно Прибрежный Город Он на мой взгляд Уязвим Тут пока Не пройдут Хотя Ну в рудник Тоже могут ударить Но Все таки В это меньше Я верю Царь отправляется На помощь Арту Можно было Нанять При этом У нас же здесь Есть колесница Можно было Тебе взять Еще и Арту Но Наверное Подождем И дадим Другому стеку Все это дело Док Карас Здесь денежка Здесь казарма Казарму при этом Можно снести Так И пурпурное Солнце Еще Хотя Барак Вар Слабень Теперь Незон Халида И сама Его может Взять При желании На самом деле Может Взять И не заметить Даже Даем Родной Тебе Что-то Так Не отключаю Режим Ускорения Ты в нем Постоянно Находишься Постоянно В стрессовой Ситуации Сетра Захватил Катар Сетра Взял Пусть Кстати У меня Когда было 12 тысяч Можно было Уникальное Какое-нибудь Строение Воткнуть Почему бы И нет Например Ну в Катаре Нет А вот Здесь Да Потому что Здесь уже И скидка Будет действовать А на сколько Стоит Без скидки Хотя нет 12 тысяч Все равно Или тут Стоимость Да Стартовую Пишет Ну давайте 12 тысяч У меня на следующий Ход будет Сейчас посмотрим В Антохе Воткнем Не Не в Антохе Вот тут есть Алкадизиара Общественный порядок В соседних провинциях Конопы Сила ветров И доход от трофеев После битв Вся фракция Либо в Касабаре Стоимость строительства Для всех построек Вся фракция Общественный порядок Конопы Срок строительства Все регионы Кстати Вот это круче В Касабаре Нужно Это дело Оформить Согласитесь Прям Я даже Снесу Казармы Для стражи На следующий Ход Как раз таки Тут и начнем Возводить Эти Пирамиды Касабар Опять же Уязвим Для эльфов Со стороны Сколько там Осталось Ходов До избытка Три хода Ну надеюсь За это время Меня эльфы не предадут И я там стены Успею возвести Если что Хоть как-то укрепиться Хоть как-то укрепиться Мы успеем Ну и тогда Деньги не тратим Армия у нас Походили же Правильно Ну всякий случай Лучше проверить Нежели Как я обычно Только что сдал ход Задумался Заговорился И Нажимаю еще раз Сдать Да и не походил Никем и ничем Какую-то мелочь Сделал Думал что это еще Я на предыдущем ходу Делаю Но бывает Когда отвлечешься Нечто подобное Хоть Небольшая Но хорошая новость Что Сетра захватил Вот это поселение Его мы вернем Вон Сетра ходит По нашим землям Сейчас Мы закроем На это глаза Мы сделаем вид Что мы это Ему прощаем И все Оскорбления Которые Нам наносят Да Все что он делает Он делает Себе во вред Хотя Он может быть Просто очень Дальновидный И знал что мы В любом случае Хотим уничтожить Не ну Че мне эти Ваши 50 золотых Я не развиваю Торговлю Я не развиваю Ресурсы Потому что Я не торгую Я не собираюсь Торговать Соседями Прям Со всеми Морской регион Для меня еще Далек Так что Торговля Прям ну Совсем Меня не интересует Так что Ресурс Именно поэтому Я не строю Так как Я не использую Еще раз говорю Культ усопших Хану по берегу И не Гонюсь Так а тут Соль Тоже просто Ресурс Ну естественно Не гонюсь За торговлей Поэтому ресурс Для меня Сейчас это Вообще Ненужная вещь Обременительная Даже Офигеть Ты за один ход Нанял великанов Да ты силен Сейчас мы можем Проверить Будут ли они Нести потери Да Они продолжают Нести потери Смотрите Естественно Естественно Они продолжают Нести потери Так что Можно И поддержать Осаду Можем взять Просто Подержать Осаду При этом Царь пойдет Захватывать Дальше Эти благоприятные Территории Сейчас бы Гномы Еще перешли Вот здесь Вот прям Начинали Подавливать Снизу Но они Не успеют Мне кажется Так развиться Еще вон На них Козлоногие Идут Они туманные Горы Сейчас сольют Они там Застрянут Как-то Союзник Хреновый Из вас Надо О блин Я не могу Опять придется Грабить Опять придется Чуть-чуть Грабить Компенсировать За счет Орков То что Меня отбирает Сетра Хотя тебе Можно было И у Шепти Выкачать Чисто из тебя Сделать Такого Представителя Сражающегося У Шепти Так Сетра Что-то В сторону Источника Жизни Идет Так Так И Касабар 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 10 ходов 12 тысяч Оно того стоит Можно Уничтожить И Цитадель От нее Толку мало Если здесь нет стен На самом деле Да Давайте Лучше ее Если что Потом построим Тут Она Копейки стоит На сколько Получаем За ее снос Может там Какая-то Акция была Что-то Как-то Слишком Недешево Обошлась Эта Постройка В Икрунде Как-то Слишком Дешево Ладно В любом Случае Здесь мы Сношем Сношем Смысла Как такового Нет Но лучше Стены Возвести Лучше Возвести Стены Куда Будет Пользы Больше Давай Земли Сет Рейти Во Мы здесь Уже Вышли В плюс Замечательно Ты как Ся Чувствуешь И Эта Провинция В принципе Без Него Хворает Ладно Останься Еще Чуть Чуть Останься Пока Что Можешь Посидеть Так Вот Здесь Наверное Построим Потому что Я снес Одну Казарму А здесь Снесем Кавалерию Если что Лучше Порядок Возведем Тут Лучше Тут Мы Возведем Порядок У меня вон Только в долине Что-то можно построить Но я тут Жду Долго Жду Упорно Жду С Его Часом Хотя Можно и ресурс Построить По-моему Это редкий Достаточно Ресурс В этом Регионе Будет Здесь Не так Часто Его Можно Увидеть Оборонительный Свист Не-не-не-не Пока что В перспективе Может быть Может быть Я все-таки Одумаюсь Решу Что Подпишем С тобой Договор Хотя Смотрите Регион На сердечко Похож Две половинки Медальончик В лучших традициях Романтика Красота Какая Так Опять В сторону Черной пирамиды Теперь Два стека Смотрите Начинает Грабить Прям Дерзко Себя ведет Сетра Прям Вообще Дерзко Хоть его Сейчас И реально Уничтожать Надо А тут Они идут На прорыв Может Позволить Тебе Понести Потери Давайте Пока Отступим Неси Потери Ради Бога Хотя Он может Ударить Вот сюда Не Не ударил Просто Отступила Она Чуть Неразумно Мне кажется В Риме Например В случае Отступления Всегда Отступали В город Но Это Логично Здесь Тоже Было Логично Все таки Отступить В город А не Отступить Куда-то В сторону С одной Стороны Это иногда Помогает Потому что Искусственный Интеллект Либо гонится За армией И спасаем Город Либо Он пытается Уничтожить Город И мы Спасаем Армию Но В данном Случа Вот Уничтожены Рыцари Ракофа Там Хорошо Повоевали С Этрой Скоро Мы Начнем Войну Вот Как раз Можем Орионом С Этими Лучниками Улучшить Отношением Масики Тут Повреждают Нам Вообще Решил Дерзить Не На Полную Наймите Одного Героя Снос Завершен Тут У меня Денег Не хватает Хай Ну я же Строить Фу Я тут Как раз И строю Мне Вот сюда Если уже Строить Идти Потом Обращаться Надо Так Верховная Царица Халида Че там Скорсник Как ты Поживаешь Не Я могу Подождать На самом деле Че С тобой Нам Торопиться Некуда Тебе Драка Нужнее Чем мне На самом деле Вот в данном Случае Вот Скорснику Прям Драка Ох Как Нужна Прям Горит Подгорает У него Нам же Это не сильно Пожалуйста Интересно Карак Карак Да У них Тут тоже Гарнизон Будь здоров Хотя и стены Не возводятся Это мы Если захватим Должны Будем Там Стены А у них Это считается Основной Тоже Город И они Живут В нем Замечательно Так Сейчас Проведем Разведку И мне Кажется Что Сетру Мы Сейчас Не будем Оставлять На десерт Что Мы Даже Сейчас Не мир Мэдэнс Будем Захватывать Хотя Можно Будет Его Взять Тем Более Город А Четвертый Уровень Мы Третий В любом Случа Возьмем Да Жаль 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 Пятый Был бы Приятней Даже Неплохо Тысячу Практически Накопили Мы Практически Собрали Уже Тысячу Скоро Юбилей Тысячу Коноп Это так Приятно Так Можно Оставить Наверное Даже Здесь Сейчас Тут Еще Плюс Наш Некротектор Да Работал На Удешевление Стоимое Строительство Уменьшалось За счет Него Там Все Прям Великолепно Работало Вот Сколько Стоит Сейчас Ну 116 Копейки Вообще Копейки Следующий Ход Будет Плюс Один Стэк И Надо Думать Уже Где Его Создавать Мне Кажется В Нумасе В Нумасе Мы Начнем Его Создавать Начнем Призывать Всех Крутых И Сильных Даже Потому Что Сетра Ну Слишком Уже Борзеет Он Уже Переходит Все Границы Может Быть Даже Сейчас Кстати Чтоб Не Терять Время Мы Из Общего Резерва Вот Тебе Наймем Нескольких Бойцов Которых Нельзя Нанимать Будет Вот Здесь А Кого Нам Кавалерию Может Он Здесь Нанимать Как Раз Так У Шепти Сможет Пехоту Сможет Великанов Тоже Сможет Тут Орта Остается Если Что Из Общего В любом Случай Быстренько Можно Нанять Арта 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 Змеяки Будут Ну и Сфинксы Ладненько Смотри Тогда Что мы Делаем Бегом Вот сюда На следующий Ход Наймешь Сфинксов И Их Притарабанишь Ничего Здесь Без тебя Переживут Пусть Привыкают Уже Пора Взрослеть Пора Уже Самостоятельно Там Жить Как-то А здесь Мы Будем Уже Иметь Ввиду Что Воюем С С Союзников У него Нет Союзников У него Нет Можно Будет Даже Предложить Лизардменам Чтобы Чтобы Начали Войну Да И Они Нам Чтоб Заплатили Но Чтоб Не повторять Ошибку С орками По поводу Лесных Наших Песчаных Эльфов Да Ну Или Просто Песчаные Эльфы Чтоб Втянуть Их Войну В эту Чтоб Втянуть Их В эту Войну И Чтоб Отношения У нас С ними Улучшались Мне кажется Они согласятся Боевать С Этрой Своя Выгода У них Есть Опять Хамит Там Да По-моему Самую Малость Он Два Стэка Уже Черную Пирамиду Грабят Да О Что Сделаешь Вылазку Уйдешь Куда Да Сваливает Смотрите Холмы Начинает Укреплять Но Тем самым Барак Вар Сейчас Сольет Я согласен Что Тот стэк У меня Послабее Там Нет Может Некоторых Личностей Которые Здесь Имеются Но Он Тоже Хороший Хазрак Одноглазый Уничтожает Да Туманный Город Да Он Уничтожает Он их Не просто Разграбляет Он их Уничтожает Но Мы только Начали Поднимать Голову И Начинают Наступать Вроде бы У них В тылу Глисты Завелись Глисты Это Плохо Не Позавидуешь Гномам Ну и Торговля Разорвана Мудрость Уху Размер Армии Увеличился Так Отлично 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 Все У нас Хорошо Тут В этом Плане Одного Всего Лишь Не Хватило До Тысячи Так Заходи И Начинаем Нанимать Из местных Сейчас Посмотрим Скольких Мы будем Нанимать Во первых Некросфинкс Раз Два Да Катапульта Три Еще у нас Одно место Ну можно В принципе И кавалерию Чуть по чуть Подтягивать Распустить Вот эту Кавалерию Распустить Пехоту И Тебе Нанимать А тут же У нас Два Некросфинкса Могут Подъехать Точно 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 Я же там Прокачивал Ему Эту Особенность То Что Надо Это То Что Надо Я То Что Надо Ну Давай Ладно Улучшим Порядок В затерянном Плату Чтоб Точно Самостоятельно Мог Жить Нанимаем Лорда Нового Высокая Дисциплина Дальность Перемещения Давай Дальность Перемещения Опыт Походов Сразу Берем Проход В царство Душ И Давай А что У нас По ушепти Колесниц Вот Ушепти Ушепти С большими Луками Вот Все Для ушепти Сколько Здесь Мы ушепти Сможем Нанять Учитывая Что Халида Сейчас Без Них Да Путешествует Пока Что Много Это Хорошо Давай Тогда Сейчас Их Тебе И Апнем Что По армии Кстати Ну У него Тоже Ушепти У него Есть И Кавалерия У него Есть И Стражи Сталкеры В общем Есть Чем Похвастаться Из Общего Берем Лучников В любом Случай Какая Армия Царей Без Лучников Дальше Кто Нам Еще Пригодится Пехоты У меня Нет Мы Идем Сейчас От Гигантов Наймем Еще Костяного Тебе Наймем Парочку Кавалерии И Наверное Полностью Ушептим Задействуем В твоей Армии Пока Что Вот Такой Стэк На Шесть Ходов Мы Уже Заняли Его Работай Тут Еще На Следующий Можно Хотя Не Ну Наймем Еще Кавалерий Ему Наймем Так У тебя Здесь Кого Можно Взять Кем Можно Твою Армию Усилить Ну Ушептим Ну Все Я Уже Засыпал Ими Колесницы Ну У тебя Тогда Армия Остается Такой Какой Она Есть У тебя Много Лучников И Это Хорошо И Это Очень Хорошо Ну Что Берем Мермиденс Город Я думаю Нам Пригодится Этот Как Минимум Он Будет Лучшей Границей Чем Вот Этот Мингол Жаль Надо было Наверное Вручную Его Высадить Так Давай Здесь Ушептис Создаем Стены Из песка Пока Можно Опустить Пока Они Нам Не Сильно Нужны Вот Воскрешение Так Ну Что Скарстник Если Нападет Ну Ты С Ним Справишься Можно Героя Тебе Призвать Принц Жрец Крепкое Телосложение Ну Что У нас Нейхары Еще Нету Ни Одного Бойца Доспехи Сила Руж Давайте Вот Возьмем Хотя У него Мудрость Есть Ранг Новых Отрядов В армии Героя Конопы Он По две Штуки Создает Но Здесь Сила Учитывая Что Его Ближний Бой Нет Нет Отправить Ему Это Пригодится Тут Мы Двадцаточку Заработали Как раз И Вот Он Юбилей У нас И Вот Он У Нас Юбилей И Урон Падальщиков Могильных Скорпионов Скорпионы Это Хорошая Вещь Могильные Лазутчики Давай Лазутчиков Сначала Подожди За пять Тысяч Что там Ты мне Предлагаешь Общественный Порядок И доход От построек Вот За пять Тысяч Давай За пять Тысяч За один Ход Это Мы Все Сейчас Изучаем И Готовимся К войне С Сетры Уже То Ее Нам Не Избежать От нее Нам Не Убежать И Сетра Сам Напрашивается Он Прям Говорит Давай 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 Прям Выскочим Раз на Раз Мы Сейчас О И Тем Более Здесь Крок Гар Ведет Армию Неплохую Но Сейчас Они Схлестнутся Огонь и Пламя Я Надеюсь Огонь и Пламя Хорошо Сказал Схлестнутся И Сетра Если Сейчас Соберет Свои Силы Именно Для Сражения С этой Армией Он Будет Как минимум Покоцан Сетра Должен Выиграть Блин Жалко Нельзя Сетре Стукануть Так А че Они Ноль Стали Зарабатывать Просто Обычно Такая Тема Происходит Когда Они Осаждают Мой город Никто Ж не Осаждает Мой город Они Резко Стали Просто Ноль Зарабатывать О Ну Смотрите Железную Скалу Убеж Бегает Скарстник Не знает Куда ему Деться Блин Я забыл Этот Бараквар Забрать Забыл 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 Бедный Скарстник Мне Его Жалко Ну Мы Не Получили Навык За Его Голову Для Халиды Пусть Пусть Бегает Пока Орки Не Сражаются Это Вот В Принципе Тактика Римлян Против Ганнибала В отношении Орков Это То Что Нужно То Есть Пока Они Не Сражаются Пока Они Ничего Не Делают Они Несут Потери Они Страдают А мы В это Время Можно Сказать Сидим Спокойненько Смотрим На Происходящее И Радуемся Даже Можно Сказать Радуемся Давай Еще Вот Этих Ребят Сейчас Распустим Один Ход Есть Уже Могильных Лазутчиков Либо Рыцари Некрополя Давай Рыцари Некрополя На Три Хода Вот Вот Так Еще Сделаем Еще Еще Что-то Можно Было 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 Поставить На Два Хода На Сам Деле Тех Ушептен Либо Тех Могильных Лазутчиков Если Распустить Вот так Давай Замечательно Разом С другой С другой Мы Вместо Скорпиона Сейчас Можем Набрать Ту же Кавалерию Она Не так Красиво Может Сражаться Но Она Очень Хороша И Это Профиль Халиды В Отличии От Скорпиона Это Все Таки Ее Профиль Давай Так И Оставим Кстати Раз Ты Сидишь Здесь Можно Даже Тебе Обновить Тоже Кавалерию Вот Таким Вот Образом Хотя Все Будет Больше Пользы Однозначно Будет Больше Пользы И Там Же Я Еще Мага Тебе Нанял Кстати Говоря Кстати Говоря Да Для Тебя Же Томак Подъехал Так У Тебя Личная Линейка Уже На Максим Прокачена Давай Как Боец Тогда Может Быть Развивайся Кого Выгоним Колесницы Или Просто Не Наймем Кого Нибудь Ну Ладненько Давай Вот Этих Не Наймем Просто Говорил Просто Его Не Возьмем В Банду И Денежки Закончились На Стены Еще Хватит Но Больше Я Не Сделаю Так А Что Здесь Давай Посмотрим По Городу Тоже Можешь Сейчас Что Слить Небось Дан Автобой Ну Город Стандартный Давайте Рискнем Ладно Нет Вот он Молодец Скорпиона Не слил В отличие От Нефераты Которая Наверное Его и Слила Потому Что Он Не Профильный Я Недовольна Этим Меня 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 Не Устраивает Кстати Давайте Пока Я Постройку Эту Не Разрушил Мы Сейчас Вот Здесь Еще Одного Ушепти Наймем Вот Здесь Просто В Помощь Просто Будет У нас Еще Один Ушепти И Потом Мы Снесем В Мир Беденсе Статуи Хемри И Начнем Стены Возводить Начнем Уже Возводить Там Стены Так Ты Останься Здесь Ты Перемещайся К столице Восстание Неизбежно Ну Там Возле Ну Мас Опять Сетра Стоит Да И Армия Нанимается Все Будет В Порядке Насчет Этого Я Не Переживаю Постепенно Готовимся К войне К Сетре И Все Идем К Неизбежно Я Это Предусматривал Я Об этом Думал Об этом Говорили Да Что Если Мы Пойдем Сюда Гасить Орков То Это Однозначно Уже Следующий Будет Сетра А Не Раков Но Сетре Скучно Вот Реально Ему Скучно Такое Ищение Сейчас Мы Нечем Заняться В Земле Лизардменов Он Может Быть И Пошел Бы Если Я Ему Дал Право Прохода Но Я Ему Не Даю При Этом Это Не Мешает Ему Грабить Пограничные Земли О Кстати Кто Прыгает Сюда Кто Сюда Пришел Кто Еще Сюда Идет Либо Это Скарстник Перебежал Скорее Всего Либо Еще Один Стэк Пришел Тан 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 Но Если Два Стэка Прыгнут На Барак Да Вазбак Но Это Будет Крутая Баталия Барак Вар Пытаются Сены Сломать Кто Здесь Прыгает Вот Вурзак Да Здесь Скарстник Прыгнул Из Железной Скалы Ну Железной Скале Гарнизон Более Менее Ну Что Это Тебе Дает Так Наш Некротектор Очень Хорошо Снижает Так То Стоимость Прямо Меня Радует Радует И Радует Рудники Рудники Какие Горького Камня Давайте Укрепляем Здесь Рудники Ты Наводи Порядок Здесь Еще Скверна Здесь Еще Скверна В столице Он Все Ровно Держит Несколько Стэков Смотрите Хат Масс И Здесь Появляется Стэк Более Менее Серьезный А Че Делает Круг Гар Он Вроде Бы Двигается В сторону Сетры В сторону Сетры Он Двигается Это Хорошо Он Его Ослабит И мы Потом Начнем Драться Орки Тут Начинают Осаждать Ну Молодцы Орки Сейчас Концентрируются На Мне И Гномы Вроде Бы Как Симпатичнее Начинают Смотреться О Здесь Эльфы В горах Сидят Мы Эльфов Уже Повстречали Да Мы С лесными Даже В хороших Достаточно Отношениях Они С империей В хороших Отношениях В союзе Они с орками Воюют Они с пиратами Сартозы Воюют Так что Мы с ними Можем договориться Вообще Мы можем договориться С ними О многом Так Правопрохода Нет Давай тогда Военный союз И еще Они нам Даже Доплатят Вот как-то Так О Отель Лорейн Принял Ваше Предложение Зато Мы теперь Видим Все Их Владения Что Здесь Орки Офигеть Представляете Вот здесь Орки Скверно Скавин Уже В принципе Орнесса Заняла Но здесь Орки Еще Живы Забавненько И ведут Наступление Вон На лесных Эльсы 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 Эльзы Эти Так Ну тут Порядок Более-менее Даже Без стека Все Очень-очень Хорошо Повреждена Постройка Ну что У нас Есть тысяча В принципе Мы можем Создать Еще один Стек При желании Для Численности Заплатить Бабки И нет Такой Прямо Острой Необходимости Но Возможность Имеется И ради Этого Я столько Времени Копил Именно Ради Этого Ради Вот Этой Плюшки Размер Армии А там Жив 800 Кстати Сотен Нужно Да Там же 800 Нужно Был То есть Даже Перевыполнил План Уже Зато Можно Будет Потом Уже Что Это Создавать В любом Случае На сегодня Все Друзья Готовимся К войне С Сетрой Готовимся К этому Столкновению И К тому Что мы Объединим Все мертвые Земли Позволим Лишь Некоторым Избранным Здесь Находиться И то Они тут Облагородили Сделали Кусочек Живым Так что Пусть в этом Живом уголке Это будет Наш Живой уголок Будем сюда Экскурсии Вводить Они И живут Пусть там И остаются До следующей серии Друзья мои Всем добра